Всем привет! У меня тут несколько интересных устройств для вас сегодня на обзоре. Это автомобильные зарядные устройства AceFast B5. Очень качественный гаджет. Суммарная мощность зарядного устройства составляет 101 Вт и распределяется по всем портам. Автозарядка AceFast B5 подходит под любой тип авто. Быстро зарядить телефон и планшет, а также возможный ноутбук в машине благодаря технологиям быстрой зарядки. Зарядные устройства в машину – такая же необходимая вещь для автомобилиста, как и другие автоаксессуары и принадлежности, используемые в салоне. Они всегда пригодятся. Автомобильная зарядка AceFast может выдавать 65 Вт мощности на один из портов Type-C, что позволит заряжать ноутбук в машине. Из особенностей – это OLED цифровой дисплей для напряжения батареи, зарядного напряжения и зарядного тока. У дисплея независимые отображения в реальном времени, напряжении, тока мощности каждого порта. А также есть поддержка большинства протоколов быстрой зарядки. Суммарная мощность зарядного устройства, как я говорил, составляет 101 Вт и распределяется на все порты. Сам гаджет очень качественный и такой девайс точно стоит установить в авто, если вы часто пользуетесь зарядкой в машине. А это многофункциональный фонарь на аккумуляторе и солнечной батарее с пауэрбанком. То, что нужно в нынешнее время. Многофункциональный, перезаряжаемый поисковой и ручной фонарь высокой мощности. Его можно использовать как прожектор и в качестве пауэрбанка. Для этого используется USB порт для подзарядки ваших гаджетов. Светодиодный светильник имеет 6 режимов свечения. Один из них – аварийное мигание, которое может принести вам пользу в экстренных случаях. Три источника света. На корпусе есть держатель-ручка для удобства транспортировки и использованию. По заявлению мощность фонаря составляет 500 люмен. И это похоже на правду. Светит он очень хорошо. Может светить как точным лучом, так и рассеянным пучком света. Очень удобно в доме, когда нету света, освещать комнату или кухню таким фонарем. Как заряжается через солнечную панель, не знаю, не получилось протестировать. Но через зарядное устройство заряжается за пару часов. Как павербанк тоже работает, но ток зарядки не проверял. Значит, в вигляді невеликого бонуса я решила показать вам еще два цікавих товара. И так був мною придбаний ось такий вот павербанк. Но это не звичайный павербанк, это конструктор. Павербанк, скажем так. Значит, дивиться. Как вы знаете, в Китае, может не знаете, сейчас китайцы не присылают нам павербанки в Украину, потому что в них есть в середине литий-ионные элементы. Но, ну и они набагато дорожчие. Цей конструктор, например, коштует 210 гривен. И он где, как вы видите, в середине без этих павербанк, банок самих, вернее. Если у вас есть, допустим, у меня есть вот такие аккумуляторные батареи 18650. Вот, видите, 2600 ммч и 3,7 Вольта каждый из них. Это от ноутбука, от акумулятора ноутбука. Они тут идут, видите, без защиту. Вот так же у меня есть защиту, если я правильно понимаю. Вот такие. И, смотрите, тут, до речи, зауважу, что есть болтики, вот такие вот. То есть, когда мы складываем этот павербанк, можно его будет закрутить. Вот так, значит, дивимся. Вот такие вот аккумуляторы без защиту подходят идеально. Раз. Два. Их тут вмещается, как вы видите, 8 штук. Дуже классная штука, бюджетная, скажем так. Если у вас есть вот такие вот аккумуляторы, но и вы хотите заэкономить. А вот, дивитесь, вот такая вот банка, вона трошки поганее заходит. Ну, не то, что поганее, но вдалее ставят вот такие вот. Бачите, как прижимается пружинка. Тут 8, ну, я можно ставить, я пока ставил 3. Конструкция такая, примитивная, но работает все, все зібрано, качественно. Значит, тут у нас есть два выхода USB. Один USB Type-C и один старый, я уже не помню, как он там называется. Есть также фонарик. Значит, вот мы нажали, нам показывает 41%. Два раза мы нажимаем, и вот включается фонарик. Фонарик такий собі, в принципе. Ну, когда ніякого нема, то и таким можно что-то в квартире подсветить, но только в квартире. Если мы ближе подинимемся, то на плате видно, что он выдаёт 5 Вольт 1 Ампер и 5 Вольт 2,1 Ампера. Так, сейчас подключаем до первого порта телефон. У меня швидкої зарядки в немае, но Type-C разъем. Вот, и так бачим, что пошла зарядка. Пошла и выдаёт нам 1 Ампер. Чтобы выдавало 2 Ампера, мабуть, треба подключиться до другого порта. Да, я угадал, потому что я не читал ОГЮТ пока. 2 Ампери выдаёт от другого порта. 2 Ампера. Зарядка идёт. Всё супер. Прикористоваться можно. Я вам скажу, что даже круто мать вот такой вот сборный собственный пауэрбанк. Потому что, ну не знаю, 200 грн. коштует, а не 2000, как у нас зараз. Тут номиналом десь 20 Ампера. Прикористуйтесь. И другий товар у нас, вернее, уже не другой, а останний. Ось такой вот зарядный пристрый от Литокала. Что интересно, он также может работать как пауэрбанк. Дивите, вставляем. Ну, по-перше, он может заряжать вот такие вот аккумуляторы. 18650 и меньше. Он очень прикольный. Я его использую уже десь полтора, если не больше. И через него можно заряжаться. Дивите. Значит, мы под... Вот у нас есть... Это выход на зарядку. Это выход на зарядку. Это выход на... Отдачу. Я понимаю. Для подзарядки других пристрых. Значит. И наш телефон также подзаряжается. Силу току, яку він видає, я не знаю, если честно сказать. Не, тут не показывается. Ну, но по факту телефон заряжается. Вот, зарядка у меня есть. Это так же, ну, знаете, как... Сейчас наш стан в Украине, то можно вот такие вот штуки Выкористовывать бомбезно. Хочу зауважить так же, что, в принципе, Оцим вот блоком для павербанка, в принципе, Також можно заряжать вот такие вот аккумуляторы. То есть, такие вот павербанки вступают, Как зарядный пристрый. Потому что вы можете Ставить сюда аккумы ваши, Сколько вам нужно, Зарядить. Ну, получается, как павербанк. И просто их выняты. И аккумы будут заряжены. Ось такие вот прикольные, классные пристрои. Как вам? Пишите в комментариях. Буду очень благодарен за комментарии, Потому что они просулают контент. Также пишите, взагалі, Как вам все сегодняшние четыре товара. Еще скажу два слова Про фонарик. Дуже классная штука. Это я замовлял батькам. Светит бомбезно. И так же через него можно заряджать... Я уже вроде показывал. Покажу в конце уже еще раз. Також можно через него заряжать телефон. Ось, зарядка пішла. В принципе, Как на такий час, Как у нас в стране. Зараз, когда светла нет, Когда русля бомбить, То я думаю, Это будет топчик. И свитит он довольно круто. Действительно круто. За свои деньги. Там что-то до 500 гривен. Я думаю, будет топ. Все. Ставьте лайки, Подписывайтесь на канал. Дякую вам за просмотр. До побачення. Слава Україні!